...только осенью, но весь год мы видим, что рынки росли. Вторым драйвером, не менее важным, чем монетарная политика ФРС, были, конечно же, программы обратного выкупа. Байбеки за год составили 1,4 триллиона долларов. Американские компании очень-очень активно выкупали свои бумаги и тем самым повышали свою капитализацию. Конечно же, мы имеем два драйвера. Один – монетарные, стимулы ФРС и программа «Пайбек». Можно ли сказать, что сейчас рыночный рост американских площадок является искусственным? Есть ли там пузырь? Пока что сказать однозначно нельзя, потому что мы не увидели за этот год, как бы ни обострелись отношения США и Китая, мы не увидели реального снижения корпоративных прибылей, американские компании не увидели значительного ухудшения финансовых показателей этих компаний. Также мы не увидели значительного ухудшения прогнозов по данной компании. Пока мы этого не увидим, значит, мы не можем говорить о том, что на американском рынке разбухает пузырь, и он уже прямо сейчас готов лопнуть. Когда я говорю прямо сейчас, то есть это перспектива трех-шести месяцев. Тем не менее, конечно же, американский рынок забрался сейчас очень высоко. Но, на мой взгляд, коррекция, оздоровляющая коррекция обязательно нужна американскому рынку. Однако мы имеем не только драйверы в виде программы бэйбэков, действия ФРС, монетарного стимулирования. Мы имеем 2020 год, который будет годом определения нового президента США. Предвыборная гонка начнется уже совсем скоро, и мы все прекрасно знаем, что Трампу необходим рыночный рост, которым он хвалится постоянно в своем Твиттере. Можно сказать, каждый день мы слышим от него, что СМП пьет новый рекорд исторический и так далее. Таким образом, все что политические ресурсы, что монетарные ресурсы в ближайшей перспективе будут работать на рост фондового рынка. Смогут ли данные ресурсы справиться с теми проблемами, о которых я говорил в самом начале, с проблемами с мировым ростом? Вот перспектива 2002-2001 года позволит нам, скорее всего, дать ответ на этот вопрос. То есть монетарная поддержка мировых ЦБ, она еще может расшириться. То есть мировые центробанки сейчас не вышли, на мой взгляд, из цикла смягчения своей политики. Мы знаем, что и надеемся, и рассчитываем, и прогнозируем, в принципе, что ФРС на ближайшие полгодия останется в паузе по снижению своей ставки. ЦБ также пока что не демонстрирует готовности к тому, чтобы активно уводить свои ставки в эту центральную зону и дальше. И так далее. Однако, когда мы придем во вторую половину 2020 года, что мы увидим? Например, если ситуация между США и Китаем складывается таким образом, что не получается прийти к каким-то основополагающим соглашениям, ликвидировать какие-то по-настоящему острые углы, например, по той же интеллектуальной собственности или субсидиарной поддержке китайским правительствам своих компаний. Но вот не удается странам найти какой-то значимый компромисс. Мировая экономика, между тем, независимо от того, как я уже говорил ранее, какие там фазы заключаются, фаза 1, фаза 2, фаза 3, она продолжит испытывать на себе давление со стороны тех процессов, которые мы наблюдаем именно в торговой плоскости. То есть мы видим, что первое полугодие мировая экономика замедляется, во втором полугодии и рынку, и инвесторам, и регуляторам становится понятно, что не удается остановить данный процесс вот в текущих монетарных условиях. Конечно же, мы увидим новые стимулы, то есть это продолжение снижения ставок от ФРС, возможное продолжение смягчения политики ЕЦБ и так далее. Но вот в этом вот формате эта точка, на мой взгляд, является самой опасной для мировых рынков. То есть в этой точке мировые центробанки исчерпывают лимит монетарной поддержки рыночного роста. Что будет дальше? На мой взгляд, очень-очень опасная ситуация, и сферонизировать ее очень сложно. Когда монетарная политика будет в основных экономиках мира характеризоваться как очень мягкая, что рынки смогут противопоставить дальнейшему замедлению мировой экономики. Да, мы знаем, что есть теория о том, что нужно уходить постепенно от лишь монетарных методов поддержки и использовать другие методы стимулирования экономики. То есть это как фискальные, так и бюджетные программы и так далее. Но когда мир придет к этому и поймет, что одной лишь монетарной поддержки рынки удержать в росте нельзя, опять же, эта перспектива очень сложная. И как это будет происходить, и когда это происходить, мы пока что понять не можем. Таким образом, второе полугодие 2020 года. Монетарная поддержка со стороны мировых центробанков находится на своем максимуме. Мировая экономика продолжает замедляться. Как на это ответит рынок? С учетом всех действий Трампа, с учетом всей, опять же, монетарной поддержки и всего остального, всех искусственных драйверов, раздувающих рыночный рост. На мой взгляд, ответ в данном случае это один, и рынку придется скорректироваться. Антон так очень, на мой взгляд, правильные вещи говорит. Он вас не пугает, конечно, что в середине года, я так перевожу сегодня, пилотическое язык, я могу себе это позволить немножко, что будет киндык на рынке. Поэтому аккуратно. Но на самом деле он очень правильно вот эту дилемму эти поставил. Вопрос, ведь мы с вами же приходим не на один день на рынок, где 50 на 50, легче сходить в казино, куда кто может слетать, сейчас у нас тут нету, в Сочи есть, говорят, там девушки красивые, там наливают бесплатно, можно бы сидеть, отдохнуть, потерять деньги. А на рынок ходить не надо, там биллы какие-то... Вот, поэтому в казино не играем, да? Я не беру сейчас дейтрейдеров, там отдельная работа, это другое. Я говорю про инвестиции. Так вот, если год, да, и дальше, ну вот такие риски, а что, надо с ними как-то жить. Потому что вот это счастье, которое мы сейчас на рынках какой-то год уже наблюдаем, потому что американский рынок, да, кто-то скажет, его хоронят уже 5 лет некоторые, ждут там коррекции, и, наверное, кто-то в Шартаке не коставил миллиарды на миллиарды, и так далее, да? Еще что-то пугало Фед в конце прошлого года и в начале этого. Ну вот включите, да, утюг, как говорят, оттуда крискали, и все пропало, и все завтра умрет. Когда так много ожиданий, никогда рынки не падают. Когда... Потому как... Кто рынк...